Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот попутно сидит надежда и показывает, дескать, надо расчесаться. А я гляжу там премьер-министра Великобритании какой-то, у него вот так вот все время волосы вот так стоят. Видно, никогда не расчесывается. И такая большая должность большой страны. Везде, где он выступает, он заходит, я сначала подумал, случайный человек. Ничего не случайного. Я попутно все это. И поэтому, когда у меня суд шел надо мной, а судья задает вопрос, новый свидетель, какие ваши отношения? Какие? Недружественные. А выступает кто? Секретарь КПРФ Железнодорожного района. Бобров, кажется, его звать, Геннадий Александрович вроде бы. И она спрашивает, а как, почему они такие недружественные? А там судью называют Ваша честь. Ваша честь. Я ни разу судью не называл Ваша честь, а просто говорю и все. Понятно, что она одна сидит. Ваша честь. С Лапкиным я необычно так познакомился. Вот когда был здесь Конгресс, Конгресс интеллигенции. Ну, это не до Барнаула только, а других мест было. И лауреат Нобелевской премии даже Джозепп Алперов был. Ну, выходят, каждому дают слово. И вдруг я гляжу, там поднимаются, вот это человек. Вот за это, простите за выражение, за дрибаном пизачке, он у меня такое есть, в валенках с заложами. Я только подумал, а это-то зачем здесь? Среди этих очкастых, ну, и они, ну, ясно выступают-то профессора, там, академики, то другое. Но, Ваша честь, вот он заговорил, я прошептал, Златоуст, ему надо дальше меня добивать, а он забыл. А до этого только в коридоре были, он вот так подошел, вот как бы дал тебе, чтобы размазать тебя. Ну, вот мы к власти придем, коммунисты, мы вашу потеряю, закрутим. Я говорю, не придете, уже приговор вынесла мировая история. Вы палачи, вы убийцы, развратители и прочее это. А тут он начал говорить и все, забыл, вот так вот. Так вот, я когда начинаю о чем-то говорить, я сразу делаю в чем-то сравнение.